Здравствуйте! Едем с занятия по тактической медицине, с курса по тактической медицине Юрия Евича. И познакомился с коллегой, врач-дерматовенеролог из ФМБА, из Москвы, действующий офицер Минобороны Российской Федерации, который в данный момент находится в отпуске по ранению. И я бы хотел задать вопросы, связанные с тем, какие заболевания кожи встречаются на передовой, какие средства можно взять с собой, какие средства могут быть полезны и могут пригодиться бойцам. Ну и, собственно говоря, давай начнем. Здравствуйте! Что я могу сказать? На передовой возникают многие болезни кожные, о которых люди в обычной жизни редко вспоминают. Потому что условия, которые там, они очень сильно отличаются от тех, к которым люди привыкли в городе. Вот. Аптические, медицинские, как правило, этих средств не содержат. Люди, имеющие хронические заболевания, дерматологические, они знают о своих заболеваниях и, уезжая в командировку, они, как правило, эти лекарства берут. Но есть многие болезни, которые, казалось бы, неочевидны, и человек о них просто не думает. Вот. Поэтому лекарства с собой, соответственно, не берет на войну. Вот. А медики, которые находятся в подразделении, этим лекарством бывают зачастую просто неукомплектованы. Человек сталкивается с проблемой, а полечить ее нечем. Вот. Исходя из своего опыта, на передовой очень часто появляются такие вещи, как различные кожные раздражения, дерматиты, экземы. Очень часто за счет ослабления иммунитета, потому что люди очень часто простужаются, могут появляться различные грибковые заболевания. Те же самые, например, кандидозы, сибарейны, дерматиты. Вот. Поскольку не у всех хорошая обувь, бывает так, что, например, грибок какой-то может развиться, например, стопы и грибок ногтей. Поэтому, ну, я думаю, что это актуально, по крайней мере, для себя. Можно взять хотя бы по одному тюбику препаратов, которые могут там реально пригодиться. Ну, если не пригодятся, вы поделитесь с бойцами, вашими сослуживцами, либо просто домой потом привезете. Вот. И там, если перечень интересует препаратов, я могу его озвучить, ну, что, на мой взгляд, будет актуально. Да, давай прям по перечням поговорим, потому что, ну, как бы людям, я думаю, будет полезно знать, что они могут применять. Обычно в гражданской медицине, да, есть такая этика врачебная, что там врачи не называют названия коммерческих препаратов. Да, совершенно верно. Да, как бы, ну, там, мы говорим, что не занимайтесь самолечением, это правильно в гражданской медицине, но в условиях, как бы, да, военных действий все немножко по-другому. И там просто зачастую, если человек сам себе какую-то помощь не окажет, то ему ее там, ну, иногда никто не окажет. Поэтому, я думаю, можем смело что-то назвать, как бы, что-то проговорить, и, думаю, это не будет в данной ситуации чем-то неэтичным и так далее. Давай прямо вот поговорим, там, например, про опрелости. Вообще, что это за проблема и как ее решать? Опрелость – это своего рода воспаление кожи, которое очень часто появляется в паховой области, в межнегодичных складках. Возникает из-за того, что человек потеет, соответственно, не имеет возможности правильно провести гигиену, поскольку душа на передовой, естественно, нет, и в лучшем случае у вас есть влажные салфетки. Вот, поэтому опрелость, как ее можно отличить? Возникает она, как правило, с болезненных ощущений, то есть не зуд именно возникает, а чаще всего боль. Ну, скажем, в межнегодичной складке. Кожа краснеет, происходит воспаление, да, немножко кожа приподнимается над уровнем здоровой, человеку доставляет крайне сильный дискомфорт. Без лечения адекватного зачастую может, ну, приводить к более серьезным последствиям, да, ну и банально это, ну, некомфортно. Когда у человека есть боевая задача, да, он думает, что, как бы, не о боевой задаче, да, о том, что у него болит определенное место. Вот, поэтому я бы в данном случае рекомендовал наши недорогие крема. Вот есть замечательный крем детский, там на этикетке, значит, нарисован либо щенок с котенком, либо мальчик с девочкой. Лучше всего синего цвета с витамином А и Ф. Вот, они прекрасно помогают, то есть перед тем, как крем нанести, вы влажной салфеткой кожу обработали, дали ей подсохнуть, и на ночь нанесли крем, по возможности сменили белье. Белье лучше, конечно, наносить хлопковое. И я вас уверяю, что с вероятностью 90% наутро вы об этой проблеме забудете. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот мы знаем, что белье, которое различное, ну, там, туристическое или вот специального какого-то назначения, которое выводит влагу на поверхность, да, то есть и термобелье, оно все-таки там с довольно большими примесями синтетики, не хлопковое. Вот с этой точки зрения возникают какие-то проблемы при длительном ношении? Могут возникнуть, опять же, раздражительные дерматиты. В данном случае, вот, я неоднократно наблюдал дерматиты сосков. И, соответственно, в этом случае очень хороши комбинированные препараты, включая, скажем, которые в состав включают гормон, антибиотик и антимикотик. То есть комбинированное лечение, ну, вот торговое название, это, например, Акридерм-КК, либо Тридерм, вот, то есть там антибиотик идет, соответственно, гентемицин противогребковый платримазол и гормональный препарат. Как правило, это по европейской классификации гормоны третьего класса. То есть они достаточно эффективны при ежедневном двукратном нанесении, ну, как правило, за 5-7 дней вся симптоматика уходит, и человек себя чувствует комфортно. Да, на самом деле, кто не знает, дерматит сосковой зоны кожи, да, это крайне неприятная проблема, очень сильно ограничивает подвижность, да, как бы свободную, это на самом деле реальная проблема, да. А с учетом того, что все бойцы ходят в бронежилетах и трения там колоссальные на эту зону, это актуальный вопрос. А еще, кстати, я обратил внимание, что у многих, видимо, ну, за счет того, что они попали в необычную для них обстановку, на стрессе очень часто проявляется герпес. Причем как лабиальный, так и генитальный, то есть он может быть не только на губах, да, ну, и, соответственно, если человек когда-то переболел генитальным герпесом, вирус там остался, высыпает на половых органах. Многие об этом тоже, к сожалению, забывают бойцы и не берут с собой никакие препараты. Я бы в данном случае рекомендовал с собой брать хотя бы мазь ацикловир, либо, соответственно, это завиракс крем, ну, а по-хорошему иметь с собой таблетки ацикловир. Ну, а если прямо совсем позволяет денежка и как бы готов человек потратиться, то Валтрекс таблетки, они на данный момент лучше всего помогают. Тем более, например, если человек когда-то болел ветрянкой в детстве, мы практически с вами все болели ветрянкой, на стрессе может появиться опоясывающий лишай. Тоже, кстати, крайне неприятное. Очень болезненное ощущение. Да, да, совершенно верно. Ограничивают трудоспособность. Да, причем поскольку там возникают визикулы, пузырьки, так называемые, они потом лопаются и возникает, ну, условно говоря, как ожоговая поверхность, то есть верхний слой эпидермиса отсутствует. И такая, ну, своего рода мокнущая ранка появляется. Вот, в данном случае, опять же, вы можете использовать ту же мазь ацикловир. И, например, если у вас каким-то чудом с собой оказался фукорцин или, значит, какой-то другой делиновый краситель, но, по моему опыту, лучше все-таки фукорцин вы тушируете. Ну, то есть, точечно намазываете эти ранки фукорцином, таким образом подсушиваете. Внутрь вы пьете как раз тот Валтрекс, о котором я ранее говорил. Ну, и, скажем, в течение недели, если все хорошо, у вас это проходит. Ну, также здесь уместно будет добавить витамины группы В. Кстати, потом мы, я думаю, вернемся к вопросу о витаминах, какие бы было неплохо иметь с собой. Вот, и, соответственно, есть еще, так называемые, нестероидные противовоспалительные препараты, потому что достаточно сильные болевые ощущения за счет сдавления, от точности, возникает зона, где проходит нерв. Значит, можно использовать препараты такие, как НАИС или МИК. Ну, их можно также и в других случаях использовать, но я думаю, что... При головной боли, при зубной боли они тоже пригодятся. Да, очень часто помогают при боли в пояснице, потому что, к сожалению, у нас в регулярной армии очень многие бойцы это 40+, и проблемы со спиной есть у каждого второго, а то и у двух из трех. Вот, а эти препараты, они достаточно эффективно работают, они, скажем так, ну, не сильно влияют на организм в целом, да, при коротком применении. Вот, если их длительно использовать, конечно, могут быть определенные проблемы, вот, но, как правило, все равно в подразделении есть медик, и он, если что, бойца всегда проконсультирует. Скажи, пожалуйста, а вот мозоли? Мозоли тоже частая вещь. Соответственно, в данном случае я бы рекомендовал иметь с собой мозольный пластырь. Вот, если мозоли сухие, ну, вариант самый простой, это солипод, вот, есть прекрасный пластырь, называется фирма Компит, это Джонсон и Джонсон, и там есть различные пластыри от сухих мозолей, от влажных мозолей, вот. Значит, соответственно, вы можете взять просто разный спектр этих мозольных пластырей, потому что пригодится может все, что угодно. На передовой, к сожалению, аптек у нас нет. А прелость ног, грибковые поражения кожи? Да, к сожалению, это тоже достаточно частая картина. В данном случае самый такой банальный препарат копеечный, да, но, в принципе, тоже неплохо работает, это Клотримозол. Вот, вообще существует порядка 8 групп антимикотиков, то есть препаратов, которые борются с грибковой инфекцией. Ну, вот, из моей практики очень хорошо помогает препарат Ламизил. Вот, также, например, если у вас развился кандидоз кожных складок, чаще всего это возникает там, где есть теплая влажная среда, то есть это подмышечная, может быть, паховая область. Очень часто бывает кандидоз, если на руках, это между третьим и четвертым пальцем. И, соответственно, вот в этом месте у вас начинает краснеть кожа, появляется такой белесоватый налет, а в складках, соответственно, при кандидозе еще возникает такой характерный запах испорченной рыбы. То есть вы по запаху уже можете поставить диагноз, ну, на передовой, соответственно, если других методов диагностики нет, то хотя бы заподозрить. Вот, в этом случае достаточно неплохо себя зарекомендовал препарат Зелоид. Также можно взять таблетки противогрибковые, вот, но их там тоже превеликое множество существует. При кандидозе, например, мне нравится препарат Дефлюкан. То есть там неделю вы пьете одну-две таблетки, соответственно, одну-две недели вы лечитесь, после этого у вас заболевание уходит. А как часто или встречался ли вообще вот там с заболеваниями хроническими, там, не знаю, псориаз, атопический дерматит? Были ли такие случаи? Смотри, короче, атопический дерматит это в основном болезнь детская. Понятно, что она на всю жизнь, но просто чем человек старше, тем она менее выражена, да. То есть основная яркая картина это все-таки детский возраст. А вот псориаз больше сейчас встречается, ну, он и у детей, конечно же, встречается, вот, ну, детей на передовой, как правило, нет, а есть взрослые люди. У них тоже бывает часто псориаз. При псориазе, в принципе, такая самая скорая помощь, это, опять же, гормональные препараты. Как правило, пациенты, кто с псориазом, они уже знают об этом заболевании. Он, к сожалению, до конца не лечится, то есть можно просто купировать. Понятно, что, например, биологическую терапию, которая современная, очень хорошо, эффективно помогает, не все имеют возможность приобрести, потому что она дорогая. Ну, и тем более, как бы взять с собой туда. Поэтому тот самый банальный вариант, это гормональный препарат. То есть любые гормональные мази, их превеликое множество, вот, лучше, ну, опять же, на мой взгляд, брать все-таки оригинальные препараты, нежели дженерики. Дженерики – это препараты, которые выпускают фирмы. И, конечно, после того, когда у фирмы, которая препарат разработала и придумала, заканчивается срок лицензионного соглашения, да, то есть вот этот патент, после этого все имеют право делать. Как правило, дженерики все равно оригиналу очень часто уступают. Они дешевле, но уступают по эффективности, по качеству. Я вам, как врач, говорю из своей достаточно обширной практики. Так, давай небольшое резюме. Значит, мы поговорили о проблемах, связанных с грибковым поражением, связанных с какими-то потертостями, с дерматитом, связанным с трением. Да, вот, обсудили, что нужен для этого крем типа Тридерма, да, или другие крема, которые содержат, да, в составе и антибиотик, и антимикотик, и, значит, гормон. Мы поговорили про герпес, и бактериальные инфекции еще встречаются. Бактериальные инфекции, но здесь поможет, опять же, тот же препарат, который... Можно Акриды РМГК, но можно также использовать конкретно антибактериальные препараты. Очень хорошо себя зарекомендовал в этом плане мультираться торговое название, Бандером, Бактарабан. Вот, также можно банально взять эритромициновую мазь. То есть, в принципе, я считаю, что было бы неплохо взять с собой такие препараты, как левую миколь, мазь Вишневского, таймуровая паста, которая тоже может пригодиться при проблемах с ногами. Вот, соответственно, на самом деле там может проявиться все, что угодно. Перхоть может обостриться, да, так называемый сибарейный дерматит. Бывает, что сибарейный дерматит на лице, то есть он вроде бы, ну, не сильно жить мешает, но все равно неприятно. Вот, в данном случае вы можете использовать препарат достаточно. Мне нравится по эффективности работы этот цинокап. Крем. Скажи, пожалуйста, а вот если, например, опрелость ног или, опять же, в каких-то складках кожи какие-то присыпки, можно ли использовать? Можно использовать детские присыпки, но, опять же, видите, как бы присыпки, они не всегда хороши, в каком плане? Вы находитесь на театре военных действий, открытая местность, не всегда есть возможность, например, где-то сделать это в помещении, даже банально, в кузове автомобиля. И если подул ветер, ваша присыпка моментально улетит. Понятно. Неудобно, неудобно, в общем, пользоваться. По бактериальным вернусь. Какие-то были случаи, там, не знаю, фолликулиты, там, да, вот, воспаления? Да, фолликулиты, остеофолликулиты, это тоже часто встречается. Ну, в данном случае помогают такие анилиновые красители, как йод, зеленка, ну, то, что есть под рукой. Еще, кстати, хотелось бы сказать о йоде. Существует спиртовой раствор йода и, соответственно, водный. Вот такие, как повидон йод, метанин. Эти препараты хороши в каком плане? Вы можете заливать их в рану. То есть, если, к примеру, вы наступили, там, на доску с гвоздем и поранили ногу, просто берете шприц, там, 10-кубовый, условно, наливаете в него, или 5-кубовый, наливаете в него бетатин и под давлением промываете рану. Даете пациенту антибиотик. Ну, и вероятность того, что он, скажем так, не получит гнойное воспаление, она резко увеличивается. Обычный йод лучше в таких случаях не использовать. Ну, он спиртовой, он просто ожог может использовать. Вот. Еще, кстати, такой момент, как столбняк. То есть, при различных травмах, да, соответственно, тем более, если, скажем, где-то встали на ржавый гвоздь, есть вероятность заработать столбняк. Поэтому, по возможности, до командировки поставьте противостолбнячную сыворотку. То есть, это АКДС, АДСМ, ну, соответственно, обращаясь в медучреждение, вам там подскажут. Да, по нашему календарю прививок надо минимум раз в 10 лет делать ревакцинацию. Да, да, так точно. Так, мне кажется, мы обсудили все вопросы или что-то еще есть? Давайте подумаем. Я бы еще, наверное, поговорил о витаминах. А, точно, да. Дело в том, что на передовой идут колоссальные нагрузки, человек не досыпает, не доедает зачастую. Стрессы. Да, стрессы, и все это сказывается на организме. В, скажем так, в медицинском сообществе относительно витаминов не делятся. Кто-то считает, что это вообще плацебо, что толку от них никаких нет. Я, как ответ на данное утверждение, скажу, что есть заболевания, когда не хватает какого-то, например, витамина или микроэлемента, и у человека начинаются заболевания. То есть есть, например, такие болезни, как, ну, по дерматологии, болезнь Данбальта-Клосса, да, когда у человека, у ребенка нарушается всасывание цинками, микроэлемент, и очень страшно выглядит эта картина клинически. То есть там у человека выпадают волосы, начинаются воспалительные процессы около отверстий тела. То есть это глаза, рот, половые органы у девочек, вот, и так далее. Например, есть болезнь Берри-Берри, когда не хватает, соответственно, витамина группы В определенного. Есть цинга, всем известная, да, соответственно, это дефицит витамина С. Ну, последствия мы цинги все знаем. Вот кто не знает, можно ознакомиться в интернете. Поэтому, на мой взгляд, все-таки витамины вещь актуальна. Из хороших поливитаминов, если дорогих, я бы рекомендовал витамины фирмы Витрум. Также очень хорошо себя зарекомендовали американские витамины фирмы Солгар. То есть они имеются там и витамины, и микроэлементы. Ну, соответственно, если вы придете в аптеку, хороший фармацевт или провизор, вам подскажет, какой набор вы можете приобрести. Из витаминов группы В, если для ежедневного использования, вот, лично мне, как врачу, мне нравится немецкий фирма Байер препарат Берока Плюс. Он комбинированный, вся линейка практически группы В присутствует. Там обычно суточная норма, шипучие дрожжи, то есть вы его растворили в воде в любом стакане и выпили. Вот. А, как правило, витамины содержатся еще в супае, которым, соответственно, снабжают военнослужащих. Но, как говорится, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Поэтому я, когда уезжал в командировку, я, соответственно, все эти витамины закупал. Это не дешево, да, но, по крайней мере, я знаю, что они мне в случае, вот, когда стресс у тебя, организм проседает, и ты реально, как бы, ну, нормально не можешь вести дела, витамины помогают. При заболеваниях простудных очень хорош витамин С, то есть это банально, там, аскорбинка та же самая. Вот. Ну, ее бы тоже было неплохо иметь. А при простудных заболеваниях, ну, опять же, это больше не классическая медицина, а, наверное, уже народная, я бы рекомендовал иметь с собой борсучий либо медвежижер. К сожалению, холодильников там нет и хранить его нет. Но вот при каких-то болезнях, да, которые связаны с лорорганами, их, конечно, ну, было бы неплохо иметь. По крайней мере, из моей практики я видел хорошие результаты, когда, например, на антибиотик, когда человек не может победить болезнь, вот, на этих, казалось бы, вещах, очень хороший наблюдается быстрый эффект. Вот. Поэтому, когда вы собираетесь в командировку, тем более, если командировка у вас длительная, вот эти вещи хотя бы там по баночке, по тюбику крема взять, я думаю, что лишним это не будет. Не, как бы, не бойтесь потратить лишний раз деньги, да, все равно эти вещи не вам пригодятся, так вашим боевым товарищам. Они вам, поверьте, будут за это благодарны, что у вас этот препарат оказался. Да, особенно если хроническое какое-то заболевание есть у человека, он о нем знает, то, конечно, лучше с собой взять. Конечно, да. Потому что я тоже слышал неоднократно вот от врачей, которые участвуют, участвовали, они говорят, что удивлены тем, что есть люди 40-40+, у которых какие-то хронические заболевания, и он говорит, я спрашиваю, а ты знаешь, там, допустим, у тебя гипертония, ты взял с собой свои таблетки? Нет, я не взял. Ну, как бы, почему? Ну, вот, что касается гипертонии, я, конечно, не кардиолог, да, но по нынешним стандартам, если гипертонический кризис, а это там может тоже случиться, я бы рекомендовал препараты максонидин, вот, либо капотен, они достаточно эффективно снимают повышенное давление, при этом делают это плавно, не резко, вот, потому что при резком падении давления могут быть, скажем так, ишемические проблемы с головным мозгом, которых тоже не хотелось бы. Ну, я думаю, что если будет кардиолог когда-нибудь на интервью, он по этой теме больше гораздо расскажет, чем я, конечно. Да, ну и, конечно, те, кто нас будет слушать, понятно, что при возможности надо обращаться к врачу, чтобы вам назначил препарат доктор, да, компетентный, который сможет поставить диагноз и назначить лечение, вот, но мы говорим сейчас про случаи, когда такой возможности просто может не представиться. Конечно. Поэтому смотрите, на театре военных действий произойти может все, что угодно. Могут появиться болячки, о которых вы даже и знать не знали. Вот, поэтому если у вас будет в аптечке вашей индивидуальной, вот, такой хотя бы минимальный запас препаратов, ну вот, я думаю, что вам это пригодится. Ну, это вот только по разделу дерматологии. Соответственно, есть там много других разделов, кардиологии, неврологии и прочее. И я думаю, что если интервью будут давать специалисты из этой сферы медицинской деятельности, они скажут, ну, более что-то расширенное, нежели я. Я вот по своей специальности так скромно поделился немножко опытом. Спасибо большое. Я думаю, что это будет полезно и ценно людям, которые там или окажутся там. Поэтому уверен, что мы полезное видео сняли. Спасибо большое. Пожалуйста, да. Я надеюсь, что все-таки мои советы, может быть, кому-то пригодятся. И на поле боя вы вспомните меня добрым словом. Дай Бог всем здоровья и удачи. До свидания. До свидания.